Королевский сын И волосы, как чистое золото. Увидав принцессу, он опустился на одно колено и поцеловал ей руку. «Ваш портрет прекрасен», — прошептал он, — «но вы прекраснее вастократ». И щеки маленькой принцессы заолели. «Она была похожа на белую розу», — сказал молодой Паш кому-то из придворных. Но теперь она подобна алой розе. И это привело в восхищение весь двор. Три дня к ряду все ходили и восклицали. «Белая роза!» — «Алая роза!» — «Алая роза!» — «Белая роза!» И король отдал приказ, чтобы Пажу удвоили жалование. Так как Паш не получал никакого жалования вовсе, то пользы от этого было ему мало, но зато очень много чести. И потому об этом было своевременно оповещено в придворной газете. По прошествии трех дней отпраздновали свадьбу. Это была величественная церемония. Жених с невестой, держась за руки, стояли под балдахином из пунцового бархата, расшитого мелким жемчугом. А потом был устроен пир на весь мир, который длился пять часов. Принц и принцесса сидели во главе стола в большом зале и пили из прозрачной хрустальной чаши. Только истинные влюбленные могли пить из этой чаши, ибо стоило лживым устам прикоснуться к ней, как хрусталь становился тусклым, мутным и серым. «Совершенно ясно, что они любят друг друга», — сказал маленький паш. «Это так же ясно, как ясен хрустал этой чаши». И король вторично удвоил ему жалование. «Какой почет!» — хором воскликнули придворные. После пира состоялся бал. Жениху и невесте предстояло протанцевать танец розы, а король вызвался поиграть на флейте. Он играл из рук вон плохо, но никто ни разу не осмеливался сказать ему это, потому что он был король. В сущности, он знал только две песенки и никогда не был уверен, какую именно он исполняет, но это не имело ни малейшего значения, так как, что бы он ни делал, все восклицали «Восхитительно!» «Восхитительно!» Программа празднеств должна была закончиться грандиозным фейерверком, которому надлежало состояться ровно в полночь. «Фейерверк? А на что это похоже?» — спросила принцессу своего жениха, прогуливаясь утром по террасе. «Это похоже на северное сияние», — сказал король, который всегда отвечал на вопросы, адресованные к другим лицам, только гораздо натуральнее. «Фейерверк так же прекрасен, как моя игра на флейте, и я лично предпочитаю его огни звездам, потому что, по крайней мере, знаешь наверняка, когда эти огни зажгутся. Словом, вам непременно нужно полюбоваться на него». И вот в углу королевского сада был воздвигнут большой помост, и как только королевский пиротехник разложил все, что требовалось, по местам, огни фейерверка вступили в разговор друг с другом. «Как прекрасен мир», — воскликнула маленькая шутиха. «Вы только взгляните на эти желтые тюльпаны. Даже если бы это были настоящие фейерверочные огни, и тогда они не могли бы быть прелестней. Я счастлива, что мне удалось совершить путешествие. Путешествия удивительно облагораживают душу и помогают освобождаться от предрассудков. Королевский сад — это еще далеко не весь мир, глупая ты шутиха, — сказала большая римская свеча. «Мир огромен, и меньше, чем за три дня с ним нельзя основательно познакомиться. То место, которое мы любим, заключает в себе для нас весь мир», — мечтательно воскликнул огненный фонтан, который на первых порах был крепко привязан к старой сосновой дощечке и гордился своим разбитым сердцем. Но любовь вышла из моды, ее убили поэты. Они так много писали о ней, что все перестали им верить. И, признаться, это меня нисколько не удивляет. Истинная любовь страдает молча. Помнится, когда-то я... Ну, впрочем, теперь это не имеет значения. Романтика отошла в прошлое. «Чепуха», — сказала римская свеча. «Романтика никогда не умирает. Это как луна. Она вечно. Наша жених и невеста, например, нежно любят друг друга. Мне все рассказала о них сегодня утром бумажная гильза от патрона, которая случайно попала в один ящик со мной и знала все последние придворные новости. Но огненный фонтан только покачал головой. «Романтика умерла. Романтика умерла. Романтика умерла», — прошептал он. Он принадлежал к тому сорту людей, которые полагают, что если долго твердить одно и то же, то в конце концов это станет истиной. Вдруг раздалось резкое сухое покашливание и все оглянулись. Кашляла длинная, высокомерная с виду ракета, прикрепленная к концу длинной палки. Она всегда начинала свою речь с покашливания, дабы привлечь к себе внимание. «Хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм-хм!» Кашляла она, и все обратились вслух, за исключением бедняги огненного фонтана, который продолжал покачивать головой и шептать. «Романтика умерла?» «Внимание! Внимание!» – закричал бенгальский огонь. Он увлекался политикой, всегда принимал деятельное участие в местных выборах и поэтому очень умело пользовался всеми парламентскими выражениями. «Умерла безвозвратно!» – прошептал огненный фонтан, начиная дремать. Как только воцарилась тишина, ракета кашлянула в третий раз и заговорила. Она говорила медленно, внятно, словно диктовала мемуары и всегда смотрела поверх головы собеседника. Словом, она отличалась самыми изысканными манерами. «Какая удача для сына короля!» – сказала она, «что ему предстоит считаться браком в тот самый день, когда меня запустят в небо. В самом деле, если бы даже все это было обдумано заранее, и тогда не могло бы получиться удачнее. Но ведь принцам всегда везет!» «Вот так-так!» – сказала маленькая шутиха. «А мне казалось, что все как раз наоборот. Это нас будут пускать в воздух в честь бракосочетания принца». «Вас-то, может, и будут», – сказала ракета. «Я даже не сомневаюсь, что с вами поступит именно так. А я другое дело. Я весьма замечательная ракета и происхожу от весьма замечательных родителей». «Мой отец был в свое время самым знаменитым огненным колесом и прославился грацией своего танца. Во время своего знаменитого выступления перед публикой он девятнадцать раз повернулся вокруг собственной оси, прежде чем погаснуть. И при каждом повороте выбрасывал из себя семь розовых звезд. «А моя мать была ракета, как и я, и притом французского происхождения. Она взлетела так высоко, что все очень испугались. А вдруг она не вернется обратно? Но она вернулась, потому что у нее был очень кроткий характер, и возвращение ее было ослепительно эффектным. Она рассыпалась дождем золотых звезд». Газеты с большой похвалой отозвались о ее публичном выступлении. Придворная газета назвала его «Триумфом пилотехнического искусства». «Пиротехнического», — хотели бы сказать, «пиротехнического», — отозвался бенгальский огонь. «Я знаю, что это называется пиротехникой, потому что прочел надпись на своей собственной коробке». «А я говорю пилотехнического», — возразила ракета таким свирепым тоном, что бенгальский огонь почувствовал себя уничтоженным, и тотчас стал задирать маленький шутих, дабы показать, что он тоже имеет вес. «Итак, я говорила», — продолжала ракета. «И я говорила... А о чем же я говорила?» «Вы говорили о себе», — отвечала римская свеча. «Да, разумеется. Я помню, что обсуждала какой-то интересный предмет, когда меня так невежливо прервали. Я не выношу грубости и дурных манер, ибо я необычайно чувствительна. Я уверена, что на всем свете не сыщется другой столь же чувствительной особы, как я». «А что это такое чувствительная особа?» — спросила петарда у римской свечи. «Это тот, кто непременно будет отдавливать другим мозоли, если он сам от них страдает», — шепнула римская свеча на ухо петарде, и та чуть не взорвалась со смеху. «Над чем это вы смеетесь? Позвольте узнать», — осведомилась ракета. «Я же не смеюсь». «Я смеюсь, потому что чувствую себя счастливой», — отвечала петарда. «Это весьма эгоистическая причина», — сердито промолвила ракета. «Какой вы имеете право чувствовать себя счастливой? Вам следовало бы подумать о других. Точнее, вам следовало бы подумать обо мне. Я всегда думаю о себе и о других жду того же». Это называется отзывчивостью. А отзывчивость — высокая добродетель, и я обладаю ею в полной мере. Допустим, например, что сегодня ночью со мной что-нибудь случится. «Представляете, какое это будет несчастье для всех? Принц и принцесса уже никогда не смогут быть счастливы, а вся их супружеская жизнь пойдет прахом. А что касается короля, то я знаю, что он не оправится после такого удара. Право, когда я начинаю думать о том, сколь ответственно занимаемое мною положение, я едва удерживаюсь от слез. «Если вы хотите доставить другим удовольствие, — вскричала римская свеча, — так уж постарайтесь хотя бы не отсыреть». «Ну, конечно, — воскликнул бенгальский огонь, который уже несколько воспрянул духом. Это же подсказывает простой здравый смысл». «Простой здравый смысл! — возмущенно фрыкнула ракета. «Вы забываете, что я совсем не простая, а весьма замечательная. Здравым смыслом может обладать кто угодно при условии отсутствия воображения. А у меня очень богатое воображение, потому что я никогда ничего не представляю себя таким, как это есть на самом деле. Я всегда представляю себя все совсем наоборот». «А что касается того, чтобы бояться отсыреть, то здесь, по-видимому, никто не в состоянии понять, что такое эмоциональная натура. По счастью, меня это мало трогает. Единственное, что меня поддерживает в течение всей жизни, это сознание моего неоспоримого превосходства над всеми. А это качество я всегда развивала в себе по мере сил». «Все же вы бы лучше постарались не отсыреть, – сказал огненный шар. – Вот что самое главное. – Для вас, конечно, это самое главное. Можно не сомневаться, – возразил ракета. – А я вот возьму и заплачу, если мне захочется». И она вправду залилась самыми настоящими слезами. «Должно быть, это действительно очень романтическая натура, – сказал огненный фонтан. – Ведь она плачет абсолютно без всякой причины». И он испустил тяжелый вздох, вспомнив свою сосновую дощечку. Но римская свеча и бенгальский огонь были очень возмущены и долго восклицали во весь голос «Вздор! Вздор!». Они были чрезвычайно здравомыслящие особы, и когда им что-нибудь приходилось не по вкусу, они всегда говорили, что это вздор. Но вот пробило десять часов, а потом одиннадцать, и, наконец, двенадцать, и с последним ударом часов, возвестивших полночь, все вышли из дворца на террасу, а король послал за королевским пиротехником. «Повелеваю зажечь фейерверк!» – сказал король. И королевский пиротехник отвесил поклон и направился в глубину сада. Все участники фейерверка имели большой успех, за исключением замечательной ракеты. Она настолько отсырела от слез, что ее так и не удалось запустить. Самой существенной частью ее был порох, а он намок, и от него не было никакого толку. А все бедные родственники ракеты, которых она даже никогда не удостаивала разговором, разве что презрительной усмешкой, взлетели к небу и распустились волшебными огненными цветами на золотых стеблях. «Ура! Ура!» – закричали придворные, а маленькая принцесса засмеялась от удовольствия. «Вероятно, они приберегают меня для особо торжественного случая», – сказал ракета. «Это, несомненно, так». И она исполнилась еще большего высокомерия. На следующий день в сад пришли слуги, чтобы привести его в порядок. «По-видимому, это делегация», – сказал ракета. «Надо принять их так, чтобы не уронить своего достоинства». И она задрала нос кверху и сердито нахмурилась, делая вид, что размышляет о весьма важных материях. Но слуги даже не заметили ее, и только когда они уже собрались уходить, она случайно попалась на глаза одному из них. «Гляньте!» – крикнул этот слуга. «Тут какая-то негодная ракета!» И он швырнул ее за ограду прямо в канаву. «Негодная ракета!» «Негодная ракета!» – воскликнула она, перелетая через ограду. «Этого не может быть!» «Превосходная ракета!» «Вот что должно быть!» – сказал этот человек. «Негодная и превосходная звучат почти одинаково. Да, в сущности, очень часто и означают одно и то же». И с этими словами она шлепнулась прямо в грязь. «Не очень-то приятное место!» – сказала она. «Но это, без сомнения, какой-нибудь модный лечебный курорт. И они отправили меня сюда для укрепления здоровья. Ну, что говорить, нервы у меня действительно расшатаны, и отдых мне крайне необходим». Тут к ней подплыл маленький лягушонок с блестящими, как драгоценные камни, глазами, одетый в зеленый пятнистый мундир. «Хе-хе-хе! Что я вижу? К нам кто-то прибыл?» «Ну что ж, в конце концов, грязь – лучшее, что есть на свете. Дайте мне хорошую дождливую погоду и канаву, и я буду вполне счастлив». «Как вы полагаете, к вечеру соберется дождь?» «Я все-таки не теряю надежды, хотя небо синее и на нем не облачко. Такая обида!» «Хе-хе-хе-хе-хе!» – произнесла ракета и раскашлялась. «Мой, какой у вас приятный голос!» – воскликнул лягушонок. «Он очень напоминает кваканье». «А разве кваканье не самая приятная музыка на свете?» «Сегодня вечером вы услышите выступление нашего многоголосого хора. Мы сидим в старом утином пруду, что возле фермерского дома, и как только всходит луна, начинаем наш концерт. «Это нечто настолько умопомрачительное, что никто не может уснуть, все слушают нас. Да недалеко вчера жена фермера говорила своей матушке, что она из-за нас не сомкнула глаз всю ночь. «Хе-хе-хе-хе-хе!» «Очень приятно осознавать, что ты пользуешься таким признанием. Это доставляет большое удовлетворение!» «Хе-хе-хе-хе-хе!» «Хе-хе-хе-хе-хе!» Сердито кашлянула ракета. «Она была очень раздосадована тем, что ей не дают вымолвить ни слова». «Нет, в самом деле какой восхитительный голос!» Продолжал лягушонок. «Я надеюсь, что вы посетите наш пруд. Я отправляюсь на поиски своих дочерей. У меня шесть красавиц-дочерей, и я очень боюсь, как бы их не увидела щука. Это настоящее чудовище! Она позавтракает ими и глазом не моргнет. Итак, до свидания!» Наша беседа доставила мне огромное удовольствие, поверьте. «По-вашему, это называется беседой?» Сказала ракета. «Только вы один и говорили все время, не закрывая рта. Хе-хе-хе! Хороша беседа!» «Ну, кто-то же должен слушать!» Возразил лягушонок. «А говорить я люблю сам. Это экономит время и предупреждает разногласия». «Но я люблю разногласия!» Сказала ракета. «Ну, что вы!» Миролюбиво заметил лягушонок. «Разногласия нестерпимо вульгарны. В хорошем обществе все придерживаются абсолютно одинаковых взглядов. «Ну, еще раз до свидания!» «Я вижу вдали моих дочерей!» И маленький лягушонок поплыл прочь. «Вы чрезвычайно нудная особа!» «Как мне, например!» «Я это называю эгоизмом!» «А эгоизм — чрезвычайно отталкивающее свойство, особенно для людей моего склада. Ведь общеизвестно, что у меня очень отзывчивая натура!» «Нет никакого смысла говорить ему все это!» Сказала стрекоза, сидевшая на верхушке длинной коричневой камышины. «Совершенно никакого смысла! Ведь он уже уплыл!» «Тем хуже для него!» Отвечала ракета. «Я не собираюсь молчать только потому, что он меня не слушает. Мне-то что до этого! Я люблю слушать себя! Для меня это одно из самых больших удовольствий. Порой я веду очень продолжительные беседы сама с собой, и, признаться, я настолько образованно и умно, что иной раз не понимаю ни единого слова из того, что говорю. «Тогда вам, безусловно, необходимо выступать с лекциями по философии!» Сказала стрекоза, и, расправив свои прелестные газовые крылышки, поднялась в воздух. Через некоторое время к ракете подплыла большая белая утка. У нее были желтые перепончатые лапки, и она слыла красавицей благодаря своей грациозной походке. «Кряк-кряк-кряк!» Сказала утка. «Какое у вас странное телосложение! Осмелюсь спросить, это от рождения или результат несчастного случая?» «Сразу видно, что вы всю жизнь провели в деревне», — отвечала ракета. «Иначе вам было бы известно, кто я такая. Ну, я прощаю вам, ваше невежество. Было бы несправедливо требовать от других, чтобы они были столь же выдающимися личностями, как ты сама. Вы, без сомнения, будете поражены, узнав, что я могу взлететь к небу и пролиться на землю золотым дождем». «Ну, велика важность», — сказала утка. «А какой кому от этого прок? Вот если бы вы могли пахать землю, как вол, или возить телегу, как лошадь, или стеречь овец, как овчарка, тогда от вас еще была бы какая-нибудь польза». «Я вижу, уважаемая», — воскликнула ракета высокомерно с нисходительным тоном, «я вижу, что вы принадлежите к самым низшим слоям общества. Особые моего круга никогда не приносят никакой пользы. Мы обладаем хорошими манерами, и этого вполне достаточно. Я лично не питаюсь симпатией к полезной деятельности какого бы то ни было рода». «Ну, хорошо, хорошо», — сказала утка, отличавшаяся покладистым нравом и не любившая припираться попусту. «О вкусах не спорят. Я буду очень рада, если вы решите обосноваться тут, у нас». «Да ни за что на свете!» — воскликнула ракета. «Я здесь гость, почетный гость, и только...» Откровенно говоря, этот курорт кажется мне довольно унылым местом. Тут нет ни светского общества, ни уединения. По-моему, это чрезвычайно смахивает на предместе. «Я, пожалуй, возвращусь ко двору. Ведь я знаю, что мне суждено произвести сенсацию и прославиться на весь свет». «Когда-то я тоже подумывала заняться общественной деятельностью», — заметила утка. «Очень многое еще нуждается в реформах». «Не так давно я даже открывала собрание, на котором мы приняли резолюцию, осуждающую все, что нам не по вкусу. Однако незаметно, чтобы это имело какие-нибудь серьезные последствия. Так что теперь я целиком посвятила себя домоводству и заботам о своей семье». «Ну, а я создана для общественной жизни», — сказала Ракета. «Так же, как все представители нашего рода, вплоть до самых незначительных. Где бы мы ни появились, мы всегда привлекаем к себе всеобщее внимание. Мне самой пока еще ни разу не приходилось выступать публично. Но когда это произойдет, зрелище будет ослепительное». «Что касается домоводства, то от него быстро стареют, и оно отвлекает ум от размышлений о возвышенных предметах». «Ах, возвышенные предметы! Эх, как это прекрасно!» — сказала утка. «Это напомнило мне, что я основательно проголодалась». И она поплыла вниз по канаве, восклицая «Кряк-кряк-кряк!» «Куда же вы? Куда?» — взвизгнула Ракета. «Мне еще очень многое необходимо вам сказать». Но утка не обратила никакого внимания на ее призыв. «Я очень рад, что она оставила меня в покое», — сказала Ракета. «У нее необычайно мещанские взгляды». И она погрузилась еще чуть-чуть глубже в грязь и начала раздумывать о том, что одиночество — неизбежный удел гения. Но тут откуда-то появились два мальчика в белых фарточках. Они бежали по краю канавы с котелком и вязанками хвороста в руках. «О, гляди-ка!» — крикнул один из мальчиков. «Вон какая-то грязная палка. Интересно, как она сюда попала?» И он вытащил Ракету из канавы. «Грязная палка!» — сказала Ракета. «Неслыханно! Грозная палка!» — хотел он, по-видимому, сказать. «Грозная палка!» — это звучит очень лестно. «Должно быть, он принял меня за одного из придворных сановников. «Давай положим ее в костер!» — сказал другой мальчик. «Чем больше дров, тем скорее закипит котелок!» «Но это же восхитительно!» — воскликнула Ракета. «Они собираются запустить меня среди бела дня так, чтобы всем было видно!» «Ну, теперь мы можем немножко соснуть!» — сказали мальчики. «А когда проснемся, котелок уже закипит!» И они растянулись на траве и закрыли глаза. Ракета очень отсырела и поэтому долго не могла воспламениться. Наконец, ее все же охватило огнем. «Ну, сейчас я взлечу!» — закричала она. Попыжилась и распрямилась. «Я знаю, что взлечу выше звезд, выше луны, выше солнца!» «Словом, я взлечу так высоко!» «Пшу-пшу-пшу-пшу!» И она взлетела вверх. «Упоительно!» — вскричала она. «Я буду улететь вечно!» «Воображаю, какой я сейчас произвожу фурор!» Но никто ее не видел. Тут она почувствовала странное ощущение щекотки во всем теле. «А теперь я взорвусь!» — закричала она. «Я охвачу огнем всю землю и наделаю такого шума, что целый год никто не будет говорить ни о чем другом». И тут она и в самом деле взорвалась. «Бум-бум-бум!» — вспыхнул порох. В этом не могло быть ни малейшего сомнения. Но никто ничего не услышал, даже двое мальчиков, потому что они спали крепким сном. Теперь от ракеты осталась только палка, и она упала прямо на спину гусыни, которая вышла прогуляться вдоль канавы. «Господи, помилуй!» — скричала гусыня. «Кажется, начинает накрапывать палками». И она поспешно плюхнулась в воду. «Я знала, что произведу сенсацию!» Прошипела ракета и погасла.